МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То есть мы сейчас с вами перешли, наверное, как вы поняли, к духовному компоненту. То есть мы когнитивный компонент с вами разобрали, что такое ВИЧ. Рефлексию, как помочь человеку пропустить через себя эту проблему и замотивировать его на изменения. Разобрали. Поговорили о поведенческом компоненте. Что делать, если в ситуации, в семье, в жизни у человека возникла такая ситуация? Какие конкретные рекомендации мы можем дать? Конечно, мы не можем разобрать все ситуации, но в пособиях жизнь продолжается, там достаточно много разобрано. Посмотрите по содержанию, да, там все вопросы, которые у вас, какие углавления, они есть почти все. И сейчас мы уже перешли на духовный компонент. То есть самый главный духовный компонент. Каким образом способствовать тому, чтобы человек осознал значимость жизни, неважно, сколько ему осталось жизни, жить месяцев или лет, да, или десятков лет. Но в любом случае человек хочет знать ответ на такие вопросы. Любит ли меня Бог? Прощает ли меня Бог за то, что в моей жизни так? Почему это произошло в моей жизни и что я должен успеть сделать? И вообще, есть ли у меня надежда на то, что там за чертой этой жизни, вот то, что я сейчас успею сделать и как я успею жить, как-то, будем так говорить, перечеркнет то прошлое, которое у меня было раньше. То есть это те вопросы, которые в любом случае встают перед человеком, особенно с таким заболеванием. И через священнослужителей, через души попечителей, консультанта прикоснуться вот к этой вот безграничной, совершенно потрясающей Божьей любви, любви Творца. Вот, и мы давайте сейчас с вами как раз поговорим о таком духовном и пастырском попечительстве. Но я все равно все-таки зачитаю одни такие данные. Вы знаете, что Моцарт создал более 600 музыкальных произведений, а Бах писал по одной контате в неделю. Вот какая часть из этих произведений попала на сцену и в студии звукозаписи? Как вы считаете? Минимальная. Маленькая очень. Минимальная. Мало. Очень мало. Томас Эдисон провел более тысячи экспериментов в различных областях, но известен он широкому кругу только лишь как изобретатель электрической лампочки. Хотя у него было тысячи разных экспериментов в разных областях науки. Эйнштейн, кроме своего труда по теории относительности, опубликовал 248 других работ по разным другим научным сферам. А большинство человечества знакомо с этими работами? Нет. Но эти люди жили продуктивно. Понимаете? А жизнь, потому что у нас многообразна, разнообразна, так давайте не будем зацикливаться на чем-то одном. Надо жить продуктивно в своей жизни. И не думать о том, что будет потом. Самое главное, чтобы сегодняшний момент был продуктивным. Итак, пастырская и духовная попечность. Как же помочь людям с таким страшным диагнозом продуктивно жить? Что значит духовное попечение человека? Вообще слово «духовное» очень часто это слово путают с таким понятием, как «религиозное». Давайте мы разведем два понятия – духовное и религиозное. Во-первых, духовное – это относится к душе и к духу человека. Во-вторых, то, что внутри человека, имеет прямое отношение или обращается к Богу, Создателю, к чему-то более великому, чем мы. Ну, то есть, когда приходишь к человеку неверующей, который вообще в жизни не произносил слово «Бога», хотя таких сейчас практически не остается людей, да? Вы знаете, любой человек, вот любой, мы не встречали еще ни одного даже самого закоренелого атеиста, который бы отвергал существование того, что больше… Есть что-то более великое. Нежели материальный мир. Это признают все. Потому что есть такие ценности, как любовь, красота, радость, честность, порядочность, нормы добра, зла. То есть, и это, в видимо, входит в это понятие духовное. Вот это вот духовное попечительство. Мы работаем вот на этих общечеловеческих духовных нравственных понятиях. Ну, а теперь понятие религиозное. Во-первых, это относится к традициям и обрядам. К религиозной практике такой, да? То есть, правила, обряды, которые требуются выполнять, последовательности, в той или иной последовательности, например, крещение, молитва, исповедание, как это все происходит. То есть, обязательно это должно быть. То есть, это понятие религиозности. Мы очень часто бывает так, что духовное и религиозное, оно все замечательно совмещается. Это вообще должно быть в идеале. Чтобы замечательно все совмещалось. Но, о чем мы говорим, что очень часто дело развода не было, да? Чтобы нас не развели. Да, в разные стороны. Вот давайте мы сейчас с вами, чтобы как бы эти два понятия определим, вот их разницу между собой. Религиозное, такой набожное, строго соблюдающее определенные обязанности или правила. Например, там, паломничество, соблюдение различных постов. Обязательно причастие раз в неделю. Обязательно. Нельзя принимать причастие без исповедания перед этим. И обязательно чтение Писания с пяти до восьми утра и вечером с десяти до двенадцать. Мы не говорим, что это плохо. Но если для человека это, будем так говорить, основополагающая часть его духовного состояния и его веры, это религиозность. Ну, например, празднование Рождества, скажите, это духовное понятие или религиозное? Вот само по себе это религиозное понятие. Мы были в одной церкви. Мы вот с таким сердцем идем туда. В одной церкви мы были, там говорят, почему вы празднуете Рождество зимой? Ведь если вы будете читать Ветхий Завет, там это было время осени. Осенью там был сбор урожая, и вот они ехали. Тем более, по всем историческим данным, этот цедрь дал повеление. Он не мог зимой дать повеление, делать переписи, потому что зимой заняты люди. Ну, это еврейская мессианская церковь, они так скрупулезно, настолько скрупулезно изучают. Ветхий Завет. Они конкретно сказали, почему тогда-то? Мы сказали, замечательно, ребят, если вы празднуете осенью, мы будем праздновать два раза. Они говорят, мы так и делаем. С вами осенью, и с нами зимой нет проблем. Мы так и делаем, мы им замечательно. Понимаете, то есть, с одной стороны, как бы можно религиозно там какую-то дату подстроить какому-то событию, а с другой стороны, можно это событие воспринять именно сердцем, разумом и благодарностью Богу. Это уже будет относиться к духовности. Опять-таки, замечательно, если два понятия состыкуются. Это самый лучший вариант. Ну, а теперь определим понятие пастырский. Что это значит? Это понятие используется по большей части в таком христианском контексте. Ну, вообще, слово пастыр – это из священного писания, да? У мусульман такого понятия нет, у буддистов этого нет. Ну, это вот по большей части христианское понятие. Идет образ у нас пастыря, который пасет стадо свое. Сопровождается, чтобы защитить, чтобы найти ему пищу, питье. Вот часто, очень часто в священном писании именно Иисус сравнивается с таким добрым пастырем. Ну, и сейчас это понятие используется, значение поддерживать, быть рядом, идти рядом, быть духовным другом, наставником, направлять в правильную сторону. То есть вот что значит пастырское попечительство, да? Если мы рядом, если мы направляем, если мы сопровождаем человека вот в этом вот его состоянии. Вообще, знаете, что интересно, однажды я такую вещь услышал, что в израильском народе пастырь, пастух, никогда не идет сзади в конце стада. Почему там, говорит, потерявший овцу, оставляет 99 и идет искать? Потому что если бы он шел сзади, он бы видел, куда ушла. Как потерялась, да. Как потерялась. А тут вот, знаете, почему такое происходит? Потому что там же все-таки достаточно такие горы, да. И если волк стоит на горе, овца идет и видит тень. Она дальше не пойдет. Она боится. Что такое? Может, это живой, может, не живой. А пастырь прошел, она его знает, она за ним идет. И голос, тем более. И голос знакомый. Идет на голос пастырь. А у нас на барах, красиво. А у нас подгоняет. А у нас толкает, вы идите впереди, а я вас, значит, буду пасти. Подгоняю, да. То есть, может быть... Ну, это вы сказали. Ну, хорошо, что как бы вот картинка вот эта сработала, да, вот пастырь. Ну, и вот тут такая тоже картинка в нескольких моментах. Что весь человек включает в себя тело, душу и дух, который дает человеку общение с Богом, жизнь. Так, ну, здесь что-то разум берет. Дальше определение культуры. Давайте посмотрим, что такое культура. Совокупность установок, как явных, так и скрытых, которые человек наследует, как член определенного общества. И которые диктуют ему, как воспринимать мир. Как ощущать себя эмоционально в этом мире. Как себя вести по отношению с другими людьми. По отношению с какими-то сверхъестественными событиями, силами. С природой, с Богом. То есть, мы все с вами продукты какой-то культуры. То есть, вот культура, в которой мы с вами росли, что-то в нас с вами заложила, да. И вот бывает такое сплетение культуры, религии, духовных убеждений. Потому что наши верования, наши понятия высшего разума, высшей силы, Господа, влияют на наши отношения к людям. На нашу культуру, в которой мы живем. И на наши традиции. И, естественно, культура, которая вокруг нас, которая тоже во всех этих верованиях существует, она влияет на нас. То есть, это идет такой взаимный процесс. Да, и наоборот. Ну, и библейские заповеди. Мы призваны следовать библейскому примеру, который демонстрирует, как Бог относится к греху, к состраданию. Например, проявлять к людям безусловную любовь. Это относится к пастырскому сопровождению больного человека. Конечно. То есть, мы сейчас с вами говорим не о пастырах, которые должны проводить пастырскую заботу, а мы с вами говорим о каждом из нас. Мы, как христиане, помните, мы с вами говорили, у нас нет выбора быть или не быть душепопечителем. К нам люди все равно идут. Просто мы с вами либо плохие душепопечители, либо хорошие. То же самое у нас нет выбора проявлять пастырскую заботу или не проявлять. Потому что для кого-то мы являемся более высшей инстанцией, пастырем, которым мы можем направить, которым мы можем сопроводить в этом пути. Просто мы можем либо плохую пастырскую заботу показать, либо хорошую. Понимаете, у нас нет выбора. Как только мы стали с вами на связи с служением, как только мы стали соработниками у Христа, все выбора нет. Просто мы можем свое это дело делать хорошо или делать его плохо. Проявлять сострадание и справедливость к этим людям. Проявлять верость Бога к этим людям. И как нам проявлять эти качества, оказывая духовную пастырскую заботу, которая сильно отличается от нас? Например, человеку, умирающему от спиды. Как оказывать эту поддержку? Ну, во-первых, конечно, мы работаем с молодежью. Конечно, мы работаем с наркоманами. Конечно, мы работаем уже с тяжелобольными и умирающими людьми. То есть первые две группы – это работа, будем говорить так вот по первому пункту, как профилактика. Ну, что значит с молодежью работать? То есть нацеливать их на здоровый выброс жизни. Против вот такого, как сказать, беспорядочных половых связей. Ну, с наркоманами там тоже понятно, да, говорите вообще, с людьми с вредными привычками. И уже потом приходим к тем, кто уже имели такой скорбный опыт и приобрели вот этот диагноз. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok